Всем здравствуйте! Вы на канале Тёща Корейского Зяти. Всем большой привет! Новое утро, нового дня. Сегодня дождик, погода пасмурная, туман. Мы гуляем с собачками. Утро у нас начинается всегда с этого. Прогулка с нашими собачками. У нас, конечно же, тепло. Это я просто вышла и увидела, что здесь дождь моросит. Одела шапку. Ну, а сейчас еще и капюшон, потому что дождь уже льет. Ну и плюс я что-то немножко приболела. Все, как всегда, и не вовремя. Лосик, давай гуляем, мы хорошие. Вот Лёва, как всегда, он у нас хорошо гуляет на асфальте. Я его зову асфальтовая собака. Вот он стоит себе и все. Гулять не хочет, потому что мокрый, потому что противно. Несмотря на то, что у него сапожки, там ботиночки. Никуда идти он не хочет в такую погоду, который сидит только на диване. Лёва, иди сюда. Давай гуляй, мы хорошие. Мы не будем стоять на асфальте. Лёва, иди сюда, мой хороший. Ну вообще. Ну вообще. Лёвушка, Лёвушка, иди, мой хороший. Иди скорей ко мне. Да иди на землю давай, выползай. Спускайся с небес на землю. Давай, иди, иди, иди. Дошел вот к кромке асфальта, и все, больше ничего ему не надо. Лёва, иди сюда. Иди быстро. Ну наконец-то. Давайте гуляйте. Давай, 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 не стой. Будет стоять как ослик. Придется зацепить на него поводок и таскать за собой. Иначе гулять он не будет в такую противную погоду. Небо взволокло тучами, все серое. Все ужасно противное. Вот лосик, молодец. Лосику все равно какая погода. Да, Лося? Лёв, ну ты будешь так стоять, как ослик там? Иди ко мне. Ну ладно, буду бороться с капризами своего Лёвушки. Сегодня еще встала пораньше, чтобы вымыть собак. У нас из-за капитального ремонта часто отключают воду. Но правда объявлений сейчас никаких не было. Надеюсь, что будет все нормально. Ну, Лёв, ты как памятник. Иди сюда. Иди. Не хочет. А вот здесь не стали собирать леску стволам деревьев. Вот, какую кучу пакетов набросали. И все это куда-то вот уйдет и будет, и не будет сгнивать вот эти пакеты все. Вот это, конечно, жаль. Как мы сами засоряем свою планету. Ужасно. Еще у нас сейчас почему-то очень плохой воздух. Я не пойму, почему. Запах то ли бензина, то ли керосина. Вот какой-то такой. Голуби, я не буду вас кормить. Что вы ко мне летите? Нет, 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 нет. У меня ничего нет. Фу. Не люблю я вас. Идите отсюда. Лично они здесь слетаются все. Непонятно. Вроде бы машины не газовали. То ли это вот из-за того, что туман и какой-то воздух не проветривается. В общем, тяжелый воздух в Москве у нас сегодня во дворе в нашем. Мячики валяются. Уже давно. Видимо, собаки играют. Ребятки, давайте быстренько пойдемте купаться с вами. Вот так у нас все чисто убрали. Листву собирают к деревьям, я уже говорила. В общем, тут приятно посмотреть. На наш московский дворик. Вот эти дома у нас пойдут в реновацию. Вот этот дом, наш дом, не вошел. Мы отказались от этой программы. А вот тут вот дома пятиэтажки, они все вошли в реновацию. Я, конечно, не понимаю, что у нас будет, когда здесь будет большая стройка. Может быть, и наш дом тоже захватят. Заодно, несмотря на то, что мы отказались. Ну что ж, поживем и видим. Вообще сейчас все московские дворы, наверное, не только московские, забиты под завязку машины. Время 8 утра. Сейчас уже многие, наверное, уехали. А то здесь вообще все просто битком. Даже не знаю, как они разъезжаются. Оставляют телефоны друг к другу. Все забито. Во времена моей молодости. Так, Лойс, Лойс, ну-ка быстро с площадки ушел. Нельзя на площадку, там детки гуляют, не собаки. Во времена моей молодости. Машин, конечно, не было. Одна на весь двор. Да и на какой на двор, не знаю. На несколько дворов, наверное. Еще собачек там гуляет. Так, ребят, пойдемте-то домой. Ну что ж, идем к подъезду. Посмотрим, что-то здесь какое-то объявление висит. Объявление, да? Электричество. Ой, вот подписывай. Восемь в девятом и так дальше будут. Так, еще лучше. Опять на целый день. Не поработать ничего. Ну что ж, про воду ничего не написано. Побежали домой. Да? Готовы? Пойдемте. Вот почему мы в такую погоду гуляем с собаками в ботиночках. Вот у меня латексные носочки. Носочки с латексом, скажу так. Сейчас я их помою и все. Ну а собакам что? Осталось помыть только носы и под хвостом. Вот. И сейчас это вымою. А так лапы отмывать это. Ужасно. Долго и нудно. И потом они долго. Там шерсть высыхает. А зимой мы особо ботиночки и не носим. Потому что собаки уже взрослые. Им по 6 лет. В общем-то я думаю, что они не испытывают холода. При такой шерсти, как у них. Единственное только соль. Но когда соль, мы просто на руках переносим их в чистое место. А вот для такой погоды пасмурной, грязной, как раз вот эта вот грязюка-мазюка. И должны от этой грязюки спасать носочки. Это у нас вот тут просто во дворе спросили, а что это вы в этих сапожках? Вроде бы не холодные. Говорят, так мы же не от холода спасаемся, мы от грязи. Мы очень умные, да. Хотя нам все равно мыться. Ну-то ладно. Время половины девятого утра. Собачек пока решила не купать. Мне поступило срочное задание по работе. Сейчас я его быстро выполню. Только за того, что у нас вот могут, да не могут, а по объявлению отключают электричество с 10 до 5 вечера. Поэтому сейчас я быстренько сделаю работу, а потом уже пойду мыть собачек. Про воду же ничего не написали. И вообще всем хорошего дня, несмотря на погоду плохую. Сегодня как наш день начался. Погуляла с собачками. Там у нас идет дождь. Грязно все. И собаки, конечно же, все изгваздались. А мне их надо стричь. А поскольку я решила стричь сама, то решила сначала их вымыть, чтобы у них шерстка была чистая. И эту шерстку я потом где-нибудь применю. Например, в поясе для... Ну, который от болей в пояснице. Да куда угодно. Горло заболело, можно туда... Хотя, вроде как, нельзя. Пай! Горло греть. Но, тем не менее, иногда хочется что-то тепленькое. Вот такие у меня две сардельки тут. Сейчас вымоемся. Возьмем чистенький, беленький, красивенький. Как две белоснежки. Представляете, какое свинство. Не успела собак вымыть, выключили горячую воду. Вот сейчас налила холодный. Горячий греется. Собачки мои уже все замерзли. Маленькие мои. Вообще идиотизм какой-то. С этим капитальным ремонтом. Вот, включаю воду. А ее нет, вообще горячей. Хоть холодная пока есть. Хоть бы написали тогда объявление, что каждый день не будет воды. Какой? Горячей, холодной. Живем как на вулкане. Непонятно, когда можно в душ идти, когда нельзя. Включают, когда хотят. Выключают вообще чуть ли не в ночи. В общем, я сердит и ужасно. Сейчас собачки мои, сейчас сидите. Сейчас я их у вас домой. Вот мои крошечки. Ну что, сполоснула. Вот из таза. Налили воду. С мужем нагрели, в смысле. В экстренном порядке. Сейчас быстренько их вытираем и сушим. Вот такой у нас один ребенок. Вот он, вымылся. Фу. А это у нас второй ребенок сохнет. Здесь дрожит. Ну, чистюльки мои. Вымылись чистые, душистые. Отогрелись. Спали под одеялом. Все. Первая часть марлезанского балета выполнена. Я вас вымыла. Теперь мне нужно еще вас постричь. Но это уже будет другая история. И другой день. Да. На завтрак не знаю, что есть. Чуть-чуть ничего не хочется. Помнила, что у меня есть оладушки. Помните, мы с вами готовили и замораживали. Вот у меня еще порция оладушек. Как раз тут пять штук. Ну, нам хватит. Мне два мужа три возьму. Сейчас печку положу. Растает все. И... Скушаем. Так, а морозильный ларь? Давай выручай. Потому что электричество отключат. Он держит... Ну, холод долго. Вот это и хорошо. Как всегда, стараюсь утром пить чай с лимоном. Но не на пустой желудок, не на голодный. До этого стаканчик воды обычный я выпиваю. И имбирь прочитала вообще. Я давно так пью этот имбирь. Много сегодня не буду класть. Потому что вчера выпила, что-то так сердцебиение у меня учистилось. Повысилось, что даже не знаю с чего бы это. Может от того, что сболело. Может от того, что имбиря натрескалось. Вообще имбирь это полезная вещь. Все там люди... Ну, не спорят, а раздумывают. Он и от повышенного давления, и от пониженного давления. Вообще он полезный. Соливаю всегда вот. Воду греем. В такой вот чашке. Так, себе сейчас все это сделано. Ну, чуть позже. Сейчас позавтракает. А я сейчас быстренько. Главное, что работу успела сделать. Так, посмотрим. И вот мои сырнички. А, чуть темновато вроде. Не знаю, как лучше снимать. Ой, сырнички. Вот мои блинчики. Мягенькие стали. Вот, из печки. В общем, я всем советую морозить продукты. Замораживать. Потому что, когда вот не хочется что-нибудь делать или не здоровиться, достал из морозилки и кушай себе на здоровье. А есть я буду их с медом. Потому что у меня не здоровится. И надеюсь, что мед и чай с лимоном и с имбирем поставят меня быстренько на ноги. Ммм, вкуснота. Еще забыла вам показать, какой гранат вчера купили в магните. Посмотрите, какой он огромный. Я не помню, к сожалению, сколько они стоят. И чек уже выбросила. Не стала я делать обзор покупок. Все это одно и то же. Можно сделать обзор продуктов, но где-нибудь, может быть, через месяц, как-то цены увеличатся, изменятся. Но гранат большой. Это очень гранат и перефрукты. О, какой. Всем мира и добра. Хочется пожелать сразу, когда в руках держишь такой замечательный фрукт. Ну вот. Сделала в духовке вот это блюдо. Мой полуприкат, который стоял в холодильнике. Поставила в холодную духовку. Вот оно прогрелось все, нагрелось. Все стало сочное, вкусное. Вот с таким вот. С такой, можно сказать, подливочкой. Сейчас буду накладывать и будем кушать.